Выбирая мойку высокого давления, покупатель должен ответить себе на несколько простых вопросов. Для каких целей приобретается устройство, какие задачи будут стоять перед мойкой и насколько интенсивными будут работы. Производители подразделяют свои аппараты на несколько категорий. Бытовые, полупрофессиональные, профессиональные, промышленные. Две последние категории в списке в быту не применяются из-за их излишней мощности и высокой стоимости. Чаще всего для собственных нужд потребители выбирают бытовые или полупрофессиональные агрегаты. Класс мойки определяется запасом моторесурса или продолжительностью работы агрегата до наступления времени профилактического ремонта. У полупрофессиональной техники этот запас, естественно, выше, но если мойка нужна вам не для ежедневного и плотного использования, переплачивать за полупрофессиональный статус не имеет смысла. Если вы не планируете мыть фасады многоэтажек или в ваши планы не входит открытие собственной автомойки, есть смысл присмотреться к бытовым аппаратам высокого давления производства группы компаний «Аврора». Для бытовых аппаратов запас гарантированного моторесурса находится на уровне 200-250 часов. Его вполне хватает для того, чтобы раз в неделю помыть свою машину или сделать небольшую уборку на садовом участке. Мойки «Аврора» отличаются от конкурентов качеством сборки и надежностью, которые гарантируются многолетним опытом производства садовой техники на предприятии-изготовители. Также покупателей привлекает более чем демократичная цена данных устройств. По сравнению с конкурентами, мини-мойки «Аврора» как минимум в два раза дешевле, причем не в ущерб качеству. Один из самых важных узлов аппарата – это головка помпы, а точнее материал, из которого она изготовлена. Поскольку в этой части насоса создается высокое давление, требования к прочности деталей очень высоки. Обычно головки помпы изготавливают из пластика или металла. Как вы понимаете, второй вариант исполнения гораздо долговечней. Головки помп в мойках «Аврора» изготовлены из силумина, а значит их долговечность и ремонтопригодность не вызывает сомнений. Обратите внимание, аналогичные по мощности модели конкурентов, которые стоят вдвое дороже, оснащаются пластиковыми помпами. И еще один плюс – все мойки «Аврора» поставляются в комплекте с пистолетами и шлангами высокого давления, а также с бачками для мойки бесконтактным шампунем. Также оператор с помощью пистолета может регулировать напор подаваемой воды, что не всегда встречается на бюджетных моделях. Следующий важный параметр для выбора мойки – производительность устройства, то есть количество воды, которое насос может перекачать за определенный отрезок времени. Чем больше эта величина, тем сильнее напор воды. Для бытовых моделей производительность обычно находится в пределах 300-400 литров в час. Также важен показатель давления, с которым струя подается на очищаемую поверхность. Чем выше данный параметр, тем легче удаляется грязь. Вместе с тем, стоит помнить, что слишком сильный напор может не только повредить краску на вашем железном коне или оторвать декоративные элементы кузова, но даже травмировать неосторожного владельца мойки. Рекомендуемое максимальное давление для мойки машины составляет около 130-150 бар. Струя с давлением более 200 бар может быть потенциально опасна для оператора. Самый лучший вариант подключения для мойки – это водопровод. В мойку будет поступать предварительно очищенная вода с постоянным давлением. Однако водопровод на дачном участке встречается не всегда, а потому инженеры группы компании «Аврора» предусмотрели вариант забора воды из бочки. Все наши мойки легко справляются с перекачкой воды из емкости. Единственное требование – резервуар с водой должен находиться на 10-20 см выше мойки. Что касается температуры, то мойки «Аврора» могут работать как с холодной, так и с теплой водой. Но здесь нужно соблюдать меру – и кипяток, и ледяная вода могут сильно сократить ресурс подающих механизмов. Рекомендуемая максимальная температура воды на входе до 60 градусов Цельсия.